Ой, господи, сыночки мои, да где же вы? Ну, опять временно недоступен. Тётя, ну не переживайте вы так, ну они мужики здоровые. Дело молодое, загуляли, не заметили, что утром уступили. Ну как же так? Ну как так можно? Ночи не ночевали, оба не звонят, на звонки не отвечают. Ну, если надо искать, наверное. У меня голова дурная, я ничего не соображаю. Успокойся, успокойся, ну. Надо будет под ними весь личный состав по тревоге. Ну, я думаю, что это пока, это преждевременно. Уверен, давай немножко подождём, они явятся сюда, живые и здоровые. А ты, полковник, честное слово, ну как же не усмотреть за двумя пацанами? Тоже военные называются. Ну, тоже, пацаны называются, пацаны. Я в их годы, ах! Ну, одно я знаю точно. Самовольная отлучка должна быть строго наказана. Ну, пацан, Рубкины, ну что я говорю, а? Все признаки, самоволки налицо. Мам, присыпайся уже один час. Один час утра, ночи или дня? Утро! Эй, мам, вставай! Завтрак неси? Неси, конечно, дачу неси. Конечно, конечно, дочка, конечно, неси завтрак. Неси завтрак. Завтрак неси. Неси, 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 ну, пожалуйста, сожжай в траке, неси, Неси. Да чего мы дожили, а? Маленькая дочка приносит завтрак в постель престарелым родителям. Так, это тебе. А, что это у нас здесь? Мне кажется, здесь есть немножко корицы, меда и что-то, что-то не пойму. Молоко. Точно. А еще там есть кое-что. Да, что же там есть? Что? Там есть сушеные просечи хвостики. Чего? А их надо сживать, они, кстати, полезные. Надюш. Ладно, короче, да, мы слушаем мою команду. Ну, в общем, так, после первого завтрака обязательно нужен второй завтрак, сейчас я этот завтрак пойду готовить. Ура! А ты знаешь, я папу люблю. Я его просто обожаю. А я все слышу! Глазки выкали. Ну, вот папка с документацией по объекту, как обещал. Как жена? Встретили? Да, все замечательно, спасибо. Прекрасно вы провели время. Чего ж она так рано вас отпустила? Она у меня умная. Сама разбудила, говорит, быстрей, быстрей беги, они нас заставляют человека ждать. Это в том смысле, что кто рано встает, тому Бог подает. Посмотрим, что он нам сегодня подал. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить, ни с тем, другим, ни с той, другом. Но бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность, как беда, ночным дождем приходит в дом. Чужая ревность, как беда, ночным дождем приходит. Чужая ревность, как беда, ночным дождем приходит. Пусть даже не судьбы, лишь корабли в открытом небе. Две любви живут, а значит есть на свете. Я и ты, я и ты. Наверное, я все еще сплю. Между прочим, очень замечательный сон. Любимый мужчина готовит завтрак. А что еще нужно для женщины? А я всегда мечтал о такой жене. Обещал кормить меня вторым завтраком. Я раньше всех стала. Как не стыдно, а вы только и знаете, что целуетесь. Ленат, не справлюсь. Катя, ну мы сейчас все быстро сделаем, ладно? Вы будете завтрак готовить? Прямо как дети. Бояр, мы хвапришни, молодые еще принесли. Не взгляните на них, а? Мать глаз не замкнула всю ночь. Они сеют, как натертые пятаки. Чички, где вы пропадали? Мам, ну не кричи, я тебя прошу. Ты лучше посмотри, кто к нам пришел. Кто? Кто? Вижу я, кто? Одна пьянь, другая пьянь тоже. Два сапога пара. Нифига, мамуль. Разрешите представить вам восходящую звезу российской эстрады Виктора Рыбкина. Как и я. И не зазнался, приехал к родной матери простой русской женщине. Давай, распаковывай свой новый инструмент, ему поклонники подарили. Не-не-не, это мой парадный, выходной инструмент. Представляете, сам господин Мороз, а это вам не кто-то там, пригласил в свою собственную студию Витькину песни записать. Он от них тащится вообще. Дед Мороз от меня тащится, мам. А потом заехали на вечеринку, нас пригласили. Там были сплошные олигархи вообще. А там Витька такой фурор произвел, я вам говорю. Ребят, олигарх на олигархи. Так что, считайте, что Витькина карьера сделана, причем не без помощи своего менеджера, меня. Да, Димка. Мало того, что шлямиц, ночь не знала где. Ничем не родной матери лапшу на уши вешать. Я сейчас вас на тюрке просто через мясорубку и тебе сейчас этой маловайкой... Не-не, положи, пожалуйста, мам. Это раритетный струнный инструмент. Он ударный будет сейчас об твою голову. Катьке надо помогать в кафе. Они шлятся по ресторанам транжирить деньги. Вот твоя карьера. Нечем мне брата спаивать. Мам, я тебе правила говорю. Ладно, все, что вы, идите спать. Идите, раздевайтесь, мойтесь и все, ханочки. Ну вот, а ты говоришь, слава. Ведь не все сразу канет. Дим, а ты с сигарой будешь спать? Я да. Не, я себя на утро оставлю. Ну чего ты? Ты что стоишь, как памятник самому себе? Кто-то в магазин обещал сходить. Я к выполнению задания всегда готов. Вася, а ты вроде в отставке уже. Я ничего не путаю. Не путаешь, а что? Ну давай как-то человеческим языком разговаривать. Ну чего ты такой готов? Не, ну скажи, как надо. Да и сама не знаю. Ну подумай, иди. Давайте-то. Конечно, на бумаге у вас все гладко. Материалы отличные, работы выполнены в срок. Да, ну вот мы только когда с женой и с маленьким ребенком в новый дом заселялись, так у жены от огорчения даже молоко пропало, представляете? Стены, щели в них вот с руку толщиной, сантехника течет, плитка отваливается, а ламинат, шторм, семь-восемь баллов. Да. Ну что говорить, халтурщики-то они везде есть. Да. Но в моей фирме такого быть не может. Я лично за всем слежу. А чего ж тогда лестничный пролет-то обвалился? Или он не знал, что смонтирован на совесть, приварен как следует? Ну, я же говорил, что монтажем занималась совсем другая фирма. Понимаете, мы к ней отношения совсем, ну вообще никакого не имеем. Я получил объект уже на стадии отделки. Там все написано. По отделке есть какие-то претензии? Ладно, об этом мы потом поговорим с вами. А сейчас я хочу побеседовать о том, кто отвечал за монтаж. Как вы говорите, его Сергей Никифоров. Вкуснятина, правда, мамуль? Да, Надюш, очень вкусно. Это еще что, вот и завтра я вам сделаю яичницу, глазунью, болтунью, хохотунью. Она будет вам в ответ смеяться и о ней будет рассказывать. Мама, это правда? Ну, я не знаю, раз Сережа говорит, наверное, правда. Чай будем? Угу. Угу. Чай пили, по-турецки говорили. А я не умею. Ну, а я здесь зачем? Давай, запоминаем. Чай пили, чашки били, по-турецки говорили. Чай пили, чашки били, по-турецки говорили. Здорово. Не-е-е, торопишься? Хочу в банк съездить. Посмотреть, все ли там в порядке с бумагами. А то мало ли, может быть, кое-кто захотел смахалевать. Обязательно захотел. Но что он без доверенности может? Ровным счетом ничего. Все равно я хочу удостовериться, что финансы Горина в порядке. Вы доедаете? А я пойду собираться. Ладно? Аминьо, аминьо. Я приеду домой и помою посуду. Сами не мойте. А, ешь, что захотела. Самое интересное я оставил. У нас с Надюшкой свой способ есть мутья посуды, да? Да. Смирь тарелкам. С этого дня в этом доме вся посуда одноразовая. Я вам дам одноразовое. Правда, Надюшка? Аминьо, Риви. Аминьо, Смирь. Ну, ладно, миленькое. Ой. Маленькое. Я вам д Аминьо. Аминьо, Смирь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Ну, что, ты когда-нибудь что встал? Ну, что, теперь будешь звонить? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так, посуду помыли, воду закрыли, газ потушили. Надюша, ты готова? Ещё немножко. Хорошо. Пап, пожалуйста, застегни рюзлячок. Папа. Ну, а кто ж ты ещё? Мам, что ли? Если человек ребёнку папа, значит, его так и нужно называть. Понял? Ты чего? Извини. Пойдём, дочка. Тук-тук-тук, кто в теремочке живёт? Здравствуйте, Оленька. Бельгийский. Как заказывали. Пришлось посетить их посольство. Вы меня погубите. Мучное и сладкое так портит фигуру? Новую причём. Вашу фигуру даже тонны шоколада не испортишь. Знаете, Оленька, я ненадолго займу ваше драгоценное внимание. Вот все банковские счета этой фирмы нужно переоформить на нового директора. А мы господин Гонсальс? Вашим услугам. Вас повысили. Поздравляю. Спасибо. Какие-то проблемы? Нет, никаких проблем. Будьте добры генеральной доверенности. Ты дурак. Ты знаешь, что смех без причины признан дурачим? Нет, ну просто иногда хочется поржать, а так... Всё реже, реже. Наверное, это старость, да? Ну конечно, старость. Слушай, а у меня тоже болезнь, знаешь, очень серьёзная. Да, какая у тебя болезнь? Мне иногда так хочется чего-нибудь слопать, что вот прям вот... Прям вот ложись и помирай. Ну вот ложись. Нет, ну вообще странно у тебя какая-то болезнь. Нет, понимаешь, если... Ложись и помирай, да? Ну вот если есть хочется. Логичнее было бы сядь и поешь. Логичней. Но ведь у тебя нет мороженого. Ну задай мне этот вопрос через пять минут. Сейчас. Алло. Катюня, привет. Как дела? Убиля, отлично, пока ты не объявился. Ты же сказал, что я тебе больше ничего не должна. Я тут посмотрел твои фотки для журнала. Шикарно выглядишь, детка. Слушай, иди к чёрту. Что тебе нужно? Мне абсолютно ничего. Мне абсолютно ничего. Наоборот. Хочу сделать твоему пионеру подарок. Пришлю ему лучшие фото. Пусть гордится, какая у него девчонка крутая. Слушай-ка, Денякин, отстань от меня. Ему должно понравиться. Все мои друзья просто в полном восторге. Особенно там, где ты ручкой так… Все, я вешаю трубку. А представляешь, когда их в журнале напечатают, проснешься знаменитой, детка. Так что передай своему сопляку, скоро я его осуществлю. Ты какой будешь? Ты чего? Ничего, этот козёл звонил. Подожди, ну ты же мне сказал, что вы расплатились, всё нормально. В том-то и дело, он от этого и бесится. Думает, как мне ещё нагадить. Блин, если этот урод ещё раз позвонит, я ему… Не кипятись, всё нормально. Что ты там накупил? Ну что ты смелый? Тебя не имеет… Дэк, ты, ты! Поехали! 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 Разве при таких операциях нужно предъявлять генеральную доверенность? Ну, вообще не обязательно. Ай-яй-яй, Оленька, почему так надо издеваться над пожилым человеком? Я уже подумал, что надо через весь город ехать за этой бумажкой. У меня чуть инфаркт не случился. Но при особо крупных операциях, как у вас, банк имеет право потребовать ее предъявления. Я не знал. Извините. Тем более, вы эту доверенность уже видели. Но я не подумал, что именно сегодня вы захотите снова на нее взглянуть. Но еще главная жена мне говорит, возьми, возьми на всякий случай, может понадобится. Почему говорят, спроси советы женщины и сделай все наоборот. Правда, я же забыла, что Разбежкина ваша жена. Конечно. Даже вот паспорт имеется. Штамп, паспорт имеется. Знаете, Оленька, у нас скоро будет малыш. Ну вот и она неважно себя чувствует, сидит дома. Поэтому все на мне. И бывало так закрутишься, завертишься. Ну, все забудешь. Не только про доверенность, но и про все на свете. Девушка, у вас не занята? Сбежал из совещания. Испугался, что ты меня не дождешься. Гражданин Костенко, ваши объяснения не убедительны для следствия. Чем вы можете исправить свою вину? Понял. Пойдем в ресторан. В ресторане мы еще успеем погулять на свадьбе Сергея и Тани. А сейчас нам нужно идти по делу Баринова. Значит, свидание отменяется. Ну, почему же отменяется? Кажется, кто-то меня приглашал в прокуратуру. О! Очень романтичное место для свидания. Ну, зато необычное. Пусть все завидуют. Кстати, ты и кассету взял. Хорошо. Так, а деньги у тебя есть? Сколько надо? Ну, это надо посмотреть. Вставай. Зачем? Вставай, вставай. Да. Пройдитесь, гражданин следователь. Да. Теперь обратно. Ну, только не улыбайтесь, не улыбайтесь, давай. Угу. Потихонечку, потихонечку, не спеши. Так. Ну, что я могу сказать? Выглядит все катастрофично. Ужасно. И с этим надо кончать. Я на мокрое дело не пойду. Я тоже не собираюсь. Я хочу зайти в магазин мужской одежды. Купить новую рубашку тебе. А вот эту вот я возьму, постираю, отдам и носи ее только на даче. У меня дачи нет. При хорошей женщине будет. Алло. Привет. Это несчастный отец с дочкой. Мамочка, ты нас не бросила, а? Тебя так долго нет, мы жутко соскучились. Знаете что, если вы мне будете мешать работать, я вас обязательно брошу. Все-все-все-все. Мы просто хотели сказать, что очень любим тебя. Я вас тоже очень люблю. Я выйду из банка и обязательно позвоню, ладно? Целую. Алло. Да, тетя Нюр, здрасте. Что? Куда? Алло. Алло, тетя Нюр. Алло. Стой! Поедем быстрее. Поедем быстрее. А ты изменился. Не сказать, что к худшему. Ну, давай, рассказывай. Младший братец, как у тебя дела? Да. Да, сейчас все отлично. Не, ну, был полный ужас, конечно. Что такое? Ты объявился ее, бывший. Стал требовать деньги за кафе. Она, дурочка, боялась мне рассказать. Но я подумал, что у нее кто-то другой завелся. Начал там, я думал, уже развод. Девичья фамилия. Слава Богу, сегодня утром все нормально. Она раскололась. Сейчас все отлично. Послушай своего престарелого брата. Любовь, Мишка, это самая главная вещь в жизни. Слушай, и ты мне недавно говорил, что лучше никогда не влюбляться. Эх, Мишка, ну, мало ли глупость я тебе мог наговорить. Ты у меня хорошему учись, хорошему. Эх, братка, как все здорово. Да? Сегодня проснулся рядом с любимой женщиной. Надюшка назвала меня папой. Ну, короче, все так здорово, что даже страшно. Любимая женщина инженера Никифорова звонила. Да, любимая, ты уже закончила? Ну, Господи, уже еду. Иван Иванович, я только что из банка. У тебя вид, как у кота объевшегося сметаной. Ну, чем похвастаешь? Операция завершена. Неужели? А я уж и не надеялся. Все получилось, как я и обещал. Ну, правда, были проблемы. Даже, честно говоря, не думал, что будет столько осложнений. Но тем почетней победа. А ты, Игорь, а? Молодец. Молодец, Игорь. Ну, по такому поводу не грех и коньячку. Заодно обсудим детали. Да. Только я хотел бы сначала поговорить об условиях нашего сотрудничества. А мы вроде уже все обговорили. Ну, вы знаете, ситуация изменилась. Прежние условия меня не устраивают. Верю, ты неважно выглядишь. Ты не заболел. Тамара Кирилловна, нет, я в полном порядке. Ну? Чего? Вы не волнуйтесь, пока ничего точно не ясно. Таня только что позвонили и ступила к Веру Кирилловну, забрали в реанимацию. Вера, Вера, что? Тамара Кирилловна, пока ничего не ясно. Возможно, инфаркт. Инфаркт? Серёж! Тамара Кирилловна, на самом деле, ничего не ясно, связь плохая. Соседка только звонила, сказала, что приезжала скорая, и её забрали в больницу. Таня сейчас пытается дозвониться. О, Господи, Боже мой, какая же так, седрёнка моя, милая. Я же старша. О, Господи, надо ехать. Вот Таня как раз сейчас собирается ехать в аэропорт. А я с вами. Нет, Тамара Кирилловна, пожалуйста. Побудьте, пожалуйста, с Надей. Ну, вы же понимаете, ей лучше туда не ехать. Я понимаю, конечно. Я прошу только, когда Нанюша узнает, скажи ей, чтобы она мне позвонила сразу, ладно? Она обязательно. Она обязательно позвонит. Обязательно позвонит. А я сейчас отвезу её в аэропорт и сразу вернусь за Надюшкой. Хорошо? Хорошо. Тамара Кирилловна, вы только Наде не говорите про бабушку. Ну, что я не понимаю, что ли? Папуль, ты не заболела? Нет, дед. Бабушке животик заболел. Пройдёт. Пап, ты куда? Надюш, понимаешь, мне нужно срочно съездить по одному очень важному делу. А ты пока побудешь с бабушкой Томой, посмотришь мультики, хорошо? А ты скоро? Я постараюсь как можно скорее, изо всех сил, обещаю. Но и ты мне должна пообещать. Ты мне должна пообещать, что будешь вести себя. Хорошо. Ну ладно, пока. Тамара Кирилловна, Таня, обязательно позвони. Так, держи. Это приказ о том, что ты являешься моим заместителем с сегодняшнего числа. Это доверенность на управление дел с клиентами, это генеральная доверенность в банк. Извини, что всё на тебя перекладываю. Нужно было, конечно, самой доехать. Тань, ну о чём разговор? Ты что, я всё сделаю. Слушай, главное, чтобы с мамой всё обошлось. Денег дать? Нет, у меня есть деньги. Ну, у меня хороший врач есть. Билет могу забронировать или её в московскую клинику перевезти. Я всё сделаю. Спасибо, Вадик. Спасибо тебе за помощь. Ну, пока не за что. Тань, о чём ты? Мы ж не чужие. Самое главное, чтобы мама поправилась, передавай ей большой привет. Скажи, что если не выздоровеет, то Вадик грозился придумать что-нибудь пострашнее. Скажи, что решил жениться и тем самым ужасно покончить с собой. Хорошо. Ладно, ты беги в банк, а я с Серёжей дождусь. Он должен подъехать минут через двадцать. Мамочка, держись, пожалуйста, держись. Я к тебе лечу. Держись. Держись. Это про какие такие условия ты говоришь? Ну, Иван Иванович, невязочка получается. Всю грязную работу выполняю я. Причём без вашей помощи. Поэтому оплата должна быть соответствующей. Помните, говорили как-то каждому по труду? Я помню другое. Каждому по башке. Ну, и во сколько ты оцениваешь свой подвиг? Ну, давайте не будем мудрить, далеко ходить. Вернёмся к первоначальному плану нашего договора. Угу. Я думаю, что это справедливо. То, что я предлагал, свершилось. Игорь, а ты не подавишься? Кусок не очень большой. Большому куску и рот радуется. Иван Иванович, мне семью надо кормить. Вы помните? У меня есть семья, которой, кстати, я обзавёлся ради нашего дела. Поэтому мне даже на отбавку полагается. За нашу победу. А что вы не пьёте? Так, Б-6. Б-6. Мимо. Жалко. В-3. Ранила. О. И значит, В-4. Мимо. Ой, нет, убила. Убил. А теперь? Пока вы на две минутки уходили, меня уже убить успели. Пардон, мой. Пардон. Пардон. Вот так пропадают без вести в начальственных кабинетах. Без вести. Борь, ну ты же знаешь, когда начальство вызывает на минутку на ковёр, получается очень надолго. Я знаю. Можно же запасаться сухарями, брать спальный мешок и вперёд с песней по ухабам. Любимая работа. Такие там болтуны сидят. Вообще, мама не горюй. Их вот хлебом не кормить, дай поболтать. А мне вообще в отпуск хочется. Ну вот чувствую, я не доживу. Слав, сначала наше дело. Ну сначала ваше, а потом ещё чьё-нибудь. Ну ладно. Ну на чём мы остановились? Шланги. Тормозной шланг, так. Ну то, что его кто-то подрезал, это конечно не обсуждается, это факт. А вот найти автора этой тонкой работы практически невозможно. Почему вы так пессимистично настроены? Просто этого барина его нужно прижать и всё. Да, прижималка сломается. Ну, солнышко мое, спуститесь вы на землю. Доказать причастность Баринова к этому делу вообще нереально, это я говорю сразу. Это вот только на бумаге легко кораблики топить. А Баринов, такая подводная лодка что бы. Это почему же нереально? Вам тут за что деньги платят? Вы тут для фикции сидите? Я же точно знаю, что это его рук дело. Но любое обвинение без фактов становится клеветой. У вас есть доказательства? Нет, у нас тоже. А главное, у Баринова нет мотива. Ну почему же нет мотива? Мотив есть. Тоже мне следопыты. Танюша, как только приземлишься, сразу позвони. Хорошо? Как только доверишься до больницы и узнаешь, как у мамы дела, сразу звони. Хорошо, хорошо. Послушай, я ведь даже с Надей не попрощалась. Ты ей скажи, что мама уехала по делам, но она скоро вернется, ладно? Ты не переживай, я все сделаю как надо. Может, все-таки поехать с тобой в аэропорт, а? Нет, ты лучше за Надей посмотри. И тете Томе сейчас тоже нужна твоя поддержка. Хорошо. Мы пока у тебя поживем. Я все время буду с Надей, так что не волнуйся. Ты, главное, тете Томе звони, а лучше приезжай, ладно? А я скоро приеду сама. Обязательно. Я тебя очень, очень люблю. Я тебя очень люблю. Здравствуйте. Оленька. Я бы хотел получить отчет об операциях вот на этой фирме. Угу. А что именно вы хотели бы узнать? Ну, вообще-то я очень любопытный. Мне хотелось бы знать, есть ли жизнь на Марсе, почему корова не летает. Шутка, больше не повторится. Видите, мне, как новоиспеченному заместителю генерального директора, хотелось бы в курсе дела. Ну? Давайте мы начнем с операций, произведенных, скажем, за последний месяц. А документы у вас есть? Ну, обижаете? У меня все в полном порядке. Любой дороги посмотрите. К сожалению, ничем помочь вам не могу. В чем ничем вы мне помочь не можете? Что, у меня что-то не так? Да нет. Ордер. Генеральная доверенность, печати, подписи. Что-то не так, Ольга Викторовна? К сожалению, ваша доверенность недействительна. КОНЕЦ 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 Короче, слушайте, вот, значит, звонок в дверь. Я открываю. Стоят вот два вот такие хамбала, семь на восемь. Это только лица. Да. Я говорю, братцы, вы куда? К чего? Кто это? Мне страшно. И они молчат. Я думаю, ну, ограбление. Думаю, ну все, жизнь закончена, полные кранты. А что такое кранты? Кранты, Наденька, это когда настолько плохо, что просто уже дальше некуда. Ты следи за языком, у экранов могут быть дети. Я все понял. Короче, а за ними знаете, кто входит? Никогда не догадаетесь, кто. Ну? Мороз. Вы что, не знаете, кто такой Мороз? Что, в самом деле? Ну, темнота. Это же, это же крупнейший владелец заводов, самое главное, пароходов, а самое главное, музыкальной студии. Так подожди, самый же крутой в музыке, это же крутой, который Игорь. Да это... Кать, поверь мне, что Мороз не хуже. Кстати, твой Леонард вот этот вот, у него вообще шестерка. Да. Ну, сейчас не об этом. Вот, они такие говорят, подавайте-ка нам сюда Витю Рыбкину. А я-то же не знал, кто это такой. Я говорю, иди отсюда, слушай, что тебе надо, иди, вали отсюда, чувак. Ну, в смысле, очень хороший, но незнакомый мне человек. Говорю, уходи по-добру, по-здоровому. Дай Бог тебе хорошего здоровья. Я, а, я Витьке такой показываю, такой стою, такой, Витя, Витя. Ну, показываю, маякую как-то, мол, ты что не понимаешь, что это Мороз? Мороз, Мороз, ну, и быстро гитару, зубы-то говорю, давай, мол, играй, играй. Мороз такой, ну, раз ты и Витя Рыбкин, давай покажи, у нас что-то способен, давай пой. Витя сразу такой, ой, ну, я не в голосе, извините. Он говорит, все равно давай пой, он говорит, ну, как, ну, хорошо, только вы не бейте, дяденька. Ну, что-то такое. Да, ну, это он, конечно, привирает, но, честно говоря, я очень же серьезный, ну, правда, обалдел просто. Как спел, не знаю даже. Ну, а когда нас уже на расстрел повели, как мы думали, эх, вообще, мы перетрухали так, что... Я тут просто вообще тряс, я как... Не, ну, это вообще супер, Витька такой допел, Мороз говорит, ну, все, давайте, поехали. Да, и этот мне на шею бросается, прощается со мной, говорит, прости меня, Витя, брат мой дорогой, если тебя как-то подвел, еще что-то. А Мороз на него посмотрел, говорит, а ты что, пацанчик, ты что, спать собрался, что, с нами поедешь? И этот быстро за памперсами и поехал. Нет, а у меня, а у меня реально ноги подкашивались, ну, думаю, ну, что, вот эти два шкафа, значит, с двух сторон такие зажали, думаю, ну, куда они сейчас повезут? За город отвезут и даже никто ж не знает, где это место расположено. Очень страшно было, правда, а так они нас на студию повезли, а там перед нами все буквально на цепочку, буквально на руках носили, серьезно. Да-да, опять же, Леонард твой, который там что-то из себя строил, сразу тон сменил такой, а что, он как видел, что мы с Морозом заходят? О, где такой? Чай, кофе, шампанское, куньяк. Надо было его за шаурмой послать. Радюш, принеси бабушке водички, я устала. Верочка наша в реанимации, ей стало хуже ночью, увезли в Саратов, подробностей не знаю, связи нет. Танюша вылетит ближайшим рейсом, будем ждать, когда позыва нет. Танюша. Спасибо. К сожалению, ничем помочь не могу. Вы постарайтесь, Оленька. Вот, ордера и доверенность от Разбежкина Татьяны Петровны. Подписи, печати на месте. Я же сказала, что ваша доверенность недействительна. Да? А может, вы меня еще во всероссийский розыск объявили как неблагонадежного? Ваша фирма перерегистрирована на имя другого человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И também заехала. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова care